Вот зашел к ребятам домой, это Кирилл. Привет. Да, вот. Они снимают такое мышканье в Польше на улице ***, вот рядом. Самое лучшее мышканье. Терминатор. Да, Стасик Терминатор. Вы не будете против, если я засвечу ваше мышканье? Нет, мы не будем против. Только посуду грязную не показывай. Да, я ее задру, наверное, если смогу. Вот. И вот такое вот шикарное мышканье ребята снимают. За недорого? За недорого. Вот, но всем будет интересно, за сколько за недорого. У меня есть еще крутое пальто. Сейчас мы покажем твое крутое пальто. Вот. Ну, в принципе, тут как положено все. Несложно и давать, я пойду. Ну, это так надо, так это хорошо, да. Вот. Вот. И дворик вот сейчас будет, сейчас будет дворик. Сейчас мы делаем обзор вот такого вот дворика аккуратного. Он, между прочим, закрытый. В самом начале сидит охранник и контролирует шлагбаума. Кирюха тоже может контролировать флагбаум. В общем, тихий дворик. Сейчас показать могучую силу контроля. Самоконтроля, сам контролирует. Сам контролирует самоконтроль. Вот этот контрольно-пропускной пункт. Какая же контроль. И у него... Контроль. И у него есть вот такая вот самоконтрольная штука. Продолжение следует. Вот. И вы всегда можете в них что-нибудь купить. То есть, из стартеров. То есть, они всегда продаются. Всегда пополнение у них есть. Вот. Но нет того пакета, который мы снимали с Алексом. Который называется Ключ. Вот. Он не везде продается. То есть, его нужно искать. А так, просто подходите и говорите. Проши стартера. И называете название. То есть, фирмы, которую вы будете приобрести. Также, если вам нужно пополнить счет. Вы можете подойти и сказать. Проши долотовать в конту. И говорите сумму, на которую вам нужно пополнить. Я вам хотел бы немножко рассказать про секонд-хенды в Польше. Такие вот имеют название. Одежна вага. Или Чухлэнд называются они. В основном одежна вага. Цены у них варьируются от 19-15 злотых. Может где-то и 10 злотых на килограмм. До 80-90. А иногда даже до 100 злотых за килограмм. Смысла покупать в этих магазинах как бы и нету. И есть. Потому как бывают опять же такие разные вещи. То есть, смотря какой фирмы попадаются. Но в основном в них заходят только женщины. Потому как только в основном женские отделы. Тут находятся. И мужских отделов я практически не видел. Советую тем, кто собирается их посетить. Не тратьте свое время. Потому как в основном тут ничего лучше, чем в магазинах вы не найдете. И сэкономите не столько денег, сколько вы хотите. А для тех, кто любит просто пройтись по секонд-хендам, у кого есть такое хобби. Вот. Милости просим. Заходите, пожалуйста. То есть, там много всяких вещей. Постоянно они, то есть, пополняются. И чтобы сказать, что они лучше, чем наши, я бы не сказал бы. Вот. Ну, хотелось бы просто, чтобы вы не тратили свое время. Потому как в магазинах есть огромные скидки. И лучше купить себе вещь в магазине. Она уже будет новая. Ее никто не носил. Вот. Чем купить тут, соответственно. Потому как качество в магазинах тоже очень хорошее. Вот. То есть, такая камера. Я хотел бы сегодня вам рассказать про поисковую службу дорог в Минске. Это служба, что она делает? Она вычисляет людей, которые неправильно паркуются. Вот. И выписывает им штрафы. Вот. Вот на примере вот этого вот автомобиля. Вот. Мужчина или женщина неправильно припарковались. Что они делают? Они фотографируют автомобиль, его расположение. Вот. И выписывают ему вот такой вот чек. Вот. Запаковывают его в пленку. И, то есть, вас уже ждет штраф, когда вы уже пришли на место. Я хочу вам рассказать о том, как приобрести недорого продукты питания и просто зайти в недорогой супермаркет. Вот. Когда вы приехали на Варшаву Центральную и вам нужно купить что-то поесть. Сзади меня находится магазин Карфу. Вот. И там табличка Росман. Вы можете увидеть. Это находится возле дворца науки и культуры. Вот. Возле которого немножко дальше находится Варшава Центральная. В этом магазине довольно-таки недорогие цены, в отличие от ларьков, которые находятся на Варшаве Центральной. И я рекомендую просто заходить в него, чтобы не сильно тратиться. А если вы куда-то едете дальше. А еще я хотел бы вам немножко показать улицы Польши. Вот. На улицах Польши в основном чистенько. Ну, постоянно убирают. Если бы, допустим, вы приехали ночью сюда и увидели, как работают ребята, которые выносят мусор просто из мусорника. Происходит очень быстро. Вот. Отвечает автомобиль. И ребята просто выкидывают мусорные пакеты сразу в него и застилают сразу новые мусорные пакеты. Вот. То есть, есть специальное оборудование, которое чистит город. То есть, все постоянно как бы контролируется властями за счет налогоплательщиков. Даже если вы заедете на какой-то район, допустим, там будет сегодня грязно. Значит, там проходило просто какое-то мероприятие и завтра там будет чисто. Вот. С дорогами тут будет получше, чем в Украине. Почему? Потому что, опять же, за счет налогоплательщиков. Вот. И я считаю, это небольшая сумма. То есть, восстановить всю коммуникацию и инфраструктуру. То есть, поскольку налоги тут люди платят справно. И я считаю, это как бы, по крайней мере, правильно. Мне кажется, это самое основное, что нужно человеку. То есть, жить в нормальных, комфортных условиях. То есть, ну и, соответственно, справедливо. То есть, ты должен платить за это. Вот. Поскольку, то есть, этим люди все-таки занимаются за организацию. Я вас приветствую. Я нахожусь, короче, на какой-то, хрен знает, какой-то площади. И сейчас вы видите очень интересный памятник. Памятник, короче, радиолюбителю. Он выглядит примерно так. Он, позади меня. Смотрите, смотрите, смотрите. Это он. Он, короче, вот такая фигня. Сделан из всякого хлама, который был дома. Примерно выглядит так. Кому интересно, могу сказать, где он находится. Здесь есть проживание Кондартовича и Ходецка. Так. Ходецка, так. Да. Для тех, кто любит заниматься велоспрестайлом и тому подобными штуками, вот, на хандловом центре торговик есть вот такая вот штука крута. Вот. Всякие парикады там и так далее. То есть, рампы. Йоу-йоу-йоу! Разрисовано, как бы, всеми этими делами. Вот. То есть, это бесплатно и абсолютно, абсолютно нормально. То есть, люди, которые там на роликах, вот, могут заниматься, развиваться. Улыбаться. Улыбаться. Яйца. Это Юля. А это Олег. Ууууу! Мы находимся недалеко от Ходлового центра Марки. или так то есть да а вот и Олег говорит хрен знает где но этот хрен знает где то есть очень много в этом хрен знает где супермаркетов грубо говоря город вот так вот мы сейчас идем в Декатлон там много всяких разных акций должно быть и может мы что-то купим я тут кстати недавно покупал Легрию всем рекомендую насчет Легрии очень хорошая селфи-камера или монопод-камера просто идешь и видишь себя как ты снимаешь вот так вот вот едет велосипедист все то есть видно вот это цены то есть на Леггенс на самые обычные то есть 20 злотых в Декатлоне правда находится хрен знает где но тем не менее то есть при зарплате допустим 2-3 тысячи 20 злотых это для вас я думаю что дорого или у нас при зарплате 2-3 тысячи гривен то есть 300 гривен где-то 200 это ну как бы уже чувствительно это какая-то маска а так это просто стаканчики а это молоко ну вот вот тут две на данный момент находимся в Икее вот купили за 6 злотых 3 хот-дога одна кока-кола и одна такие вот билетоматы что ли то есть вы кидаете туда деньги сколько вам надо то есть чего купить и они вам дают такой чек и в принципе все ну вот один хот-дог тут стоит один злотый да вот меню такое вот такой вот заказ короче на 6 злотых да сейчас еще напиток сейчас еще будет напиток вот в этот стаканчик и напиток то есть там его можно можно наливать налил выпил налил налил выпил налил да то есть происходит так именно подходите к вот такой вот стоечке вот тут можно набрать горчицу то есть и вот такие вот там кетчуп тут рядом можно набрать себе там колу там всякие напитки и так далее то есть вот сейчас покажет Юля как это все делается ну то есть ничего сложного и без всяких каких-то там ограничений да кстати вот мороженое за злотый все тоже икея и вот начинается магазин хотел сказать тут нет никаких ограничений то есть вы вот так ходите все что надо берете то есть проходите и вот вы приходите вот сюда на кассу короче то есть вот так все открыто но все контролируется камерами мы купили себе квартиру в икея да загляните в окно соседей ходят да много соседей охранниками ну эти классные ну чувствую себя как дома у кого-то замечательно угу на кухне приготовят да на кухне что вам приготовить пишите свои комментарии что бы вы хотели увидеть в следующем видео что бы вы хотели чтобы я вам рассказал я вам отвечу в видео спасибо вам за лайки за подписки и всего вам доброго и удачи